Куда только-только прилетел, буквально из аэропорта и сразу к вам в Zoom. Хочу всех поздравить с почти завершением, сейчас это последнее мероприятие нашего 11 фестиваля «Открытая Евразия», который прошел в Австралии и Мельбурн, прошел очень успешным. Спасибо всем. Наши коллеги и делегаты еще некоторые остались в Австралии и продолжают ей наслаждаться. Я думаю, вы уже знаете, что были объявлены результаты нашего конкурса, они опубликованы на сайте. Хочу поздравить лауреатов, надеюсь, у меня будет возможность лично многих из них встретить в Алматы, Астане, Москве, Екатеринбурге, Минске, Бишкеке. Тоже буду рад всех видеть. Ну и заранее приглашаю всех на наши фестивали, которые пойдут в 2023 году. Это и Евразийский кинофестиваль пятый, это и Евразийский кинофестиваль пятый, это и Евразийский кинофестиваль культуры, и наш уже 12 фестиваль «Открытая Евразия». Мы сейчас решаем, где он будет проходить, но традиционно он будет проходить в ноябре, в декабре 2023 года. Ну и, конечно, наш фестиваль поэзии искусства «Голоса друзей», который традиционно уже три года подряд проходит в Казахстане. Очень приятно видеть, что у нас люди продолжают присоединяться, смотрю, 25 участников конференции. Ну и я хочу передать слово нашему амбассадору, лауреату конкурса «Открытая Евразия» 2020 года, занявшей первое место в категории «Адраматургия». Это такая почетная миссия красиво завершить официальную программу нашего фестиваля. Елена Асланян, вам слово, поздравляю вас и с удовольствием послушаю ваше выступление. Вам включить микрофон надо. Меня слышно? Добрый день. Я приветствую всех участников нашей конференции. У нас очень интересная тема, значит, как бесплатно издаться в Лондоне. Это возможно, это очень-очень реально. Ну, про грант, который нужно выиграть в результате конкурса, это все знают. А есть еще одна возможность, это участвовать в нашем ежегодном конкурсе, мини-конкурсе. Конкурс, который проводит экспертный совет по художественной литературе на три бесплатных места в сборнике «Нить». Вот этот, это прошлогодний сборник, этот сборник мы еще не получили, 22-го года. Я третий год подряд участвую, я автор этого сборника на платной основе, но сама являюсь, ну, да, председателем жюри, который проводит этот конкурс на три бесплатных места. Это очень-очень реально, абсолютно все очень прозрачно. Работы вывешиваются в нашей группе в Фейсбуке. Вот, все, да, о-о-о, да. Я хочу на одну секунду, если можно, раз вы уже заговорили. Вот шестой выпуск нашего сборника «Нить», который у меня в руках, который был презентован в Австралии, который вот сейчас вместе со мной отправится по городам, которые я перечислил. Если в этих городах у нас есть участники, я буду лично вручать. Ну, а все остальные получат по почте. Хочу сказать, что вот он, он есть, он был презентован, некоторые уже участники получили, например, Лара Проден, Виктория Левин. Лично из моих рук уже его получили. А вот в библиотеку в Лондон она попала, в Королевскую библиотеку, как было? В Королевскую библиотеку попала? Нет, она будет отправлена в январе, когда я вернусь в Лондон, я лично его отправлю, как, в принципе, мы и заявляли. Все, извиняюсь, обратно слово. Да, значит, я скажу, что очень реально участвовать в наших конкурсах. Абсолютно все очень прозрачно, все очень видно, и можно получить комментарии от жюри. Ну вот я являюсь председателем экспертного совета по художественной литературе, и традиционно я член жюри. И в этом году у нас членом жюри была Нина Ягульницер-Фоменко. Она была обладателем главного приза «Хертфорд Шиа Пресс» в 2020 году. Вот я второе место заняла, я серебряный призер, а Нина стала первым. Я думаю, что вот доверие к таким людям, да, ну кто, да, а судьи кто? Ну вот Нина судья, вот я судья. У меня было второе место, у Нины первое место. А так как мы проводили в первый раз конкурс и английских текстов, то у нас был носитель английского языка Джонатан Кампион. Он очень известный, он профессионал, очень известный журналист, известный писатель. И вот эта тройка, наша тройка, мы очень честно, очень обсудили, выносили оценки, оценки потом суммировались, делились на три. И иногда была очень большая разница. Ну вот один член жюри мог поставить 10, другой член жюри мог поставить 6. У каждого был свой резон. Но в любом случае выигрывали тексты очень ровные, очень ровные по своему уровню и очень-очень сильные. Потому что вот в этом году победителем была Диларом Нишанова. Ну это очень... Текст также ее висел. Очень такой, знаете... Вы знаете, вот читаешь этот текст, как будто ты присутствуешь во время этой... Не дискуссия, нет, как это называется, это когда... Ну, в общем, написан очень таким языком, очень экспрессивно, очень интересным. Так как она профессионал, да, то текст, конечно, он набрал самое высокое количество баллов, стал победителем. Второе место заняла Марина Варданян. Кстати, она стала лауреатом нашего фестиваля в жанре сатира. А третье место – один из моих самых любимых авторов Анри Мало, самых загадочных авторов. Вы знаете, я в него влюбилась, в этого автора еще два года назад. Я была членом жюри, и его работа мне показалась наилучшей. Тогда, два года тому назад, год тому назад, я поставила ему 10 баллов и написала свой комментарий. У него роман был посвящен детективу советского времени. И это было так профессионально, это было так очень-очень сильно. Ну, кстати, я хочу сказать, что очень заслуженно стал победителем Андрей Градзинский. Прекрасный, молодой, очень перспективный автор. Вы знаете, вот эта вот тема, да, вот это вот, когда опыт, мастерство, и, может быть, молодость, может быть, не так все очень четко, но вот эта молодая вот такая вот сила, да, и иногда в ту или в иную сторону склоняется жюри. Я хочу сказать, что участвовать в конкурсах надо, надо всем нам, надо читать, надо какие-то новые, новых авторов, черпать какие-то новые интересные темы. И вот, значит, в этом году, вот то, что показал Марат Исмаилович, в этом году три вот этих самых автора, они, Анри Мало, Диларом Нишанова и Марина Варданян, они были опубликованы, а все остальные, в том числе и я, значит, ну, кто хочет на платной основе, я хочу сказать, что платная основа, она очень, да, очень доступная, ну, любой человек, даже такого среднего достатка может себе это позволить, ну, бесплатный, конкурс на бесплатное место, это дает шанс всем, всем, например, вдруг в прошлом году, значит, победителем стал Кирилл Сазонов, молодой, ему сколько-то, 28 лет был, в общем, сейчас точно не помню, молодой парень из Нидерландов, у него был очень-очень интересный рассказ про Архангела Гавриила и про человека, который ждал своего сына, который, к сожалению, умер, и это так все вот прекрасным языком написано было. То есть, вот, парень получил возможности, то есть, это все очень доступно, это все очень прозрачно, и я призываю всех авторов участвовать в нашем конкурсе. Ну, например, цены публикуются, это для членов гильдии где-то 45 фунтов стерлингов, ну, в принципе, не так дорого, где, ну, где-то в районе, ну, вместе с пересылкой, может быть, где-то в районе 90 долларов, то есть, можно позволить автору себе, значит, такой сделать подарок новогодний, получить вот такой вот сборник, это, ну, это прошлый год, получить вот такой сборник, там будет твой рассказ. Качество – это твердый переплет всегда, качество – это всегда очень-очень на высочайшем уровне, и это дает уверенность в себе, и это входит в твое резюме, поэтому, значит, надо участвовать в конкурсах. А если по каким-то причинам конкурсы оказались более такие достойные твои коллеги, то попытаться ли на будущий год или сделать это на платной основе, потому что это праздник, литературный праздник, мы публикуем свои работы, мы читаем, мы окунаемся в какие-то незнакомые для нас сюжеты, незнакомые для нас ситуации, и этот праздник потом остается с нами, он остается с нами, он продолжается. И вот я сейчас вижу Ленара Шаехова, я с ним еще знакома, с Брюсселя. Я поздравляю вас, Ленар, кстати, вы тоже участник нашего конкурса, и вы всегда очень какие-то неординарные сюжеты, неординарные какие-то тексты представляете. Я опять приглашаю вас, без вас праздник какой-то получается не такой литературный. Обязательно не пропустите, мы летом обычно проводим эти праздники, обсудим, как-то опять пообщаемся друг с другом. Я, кстати, хочу вас поздравить, вы тоже заняли первое место, по-моему, в жанре публицистика. Но, к сожалению, Австралия, например, я в Армении, в Армении нет посольства, и поэтому наши все СНГ-овские республики, они должны ехать в Москву для того, чтобы попасть в констольство или чтобы сделать свои дела, а сейчас это, к сожалению, невозможно, очень трудно по понятным причинам. Но посмотрим, где будет проходить фестиваль на следующий год, какая будет международная обстановка, и как мы сможем опять собраться, как встретиться, как отметить наше участие вот в этом сборнике великолепном. Вы знаете, если книга для одного автора, ну, например, молодой автор, например, у него 3-4 хороших рассказа, там 10 хороших рассказов, книгу издать невозможно, особенно когда речь идет о романе. А вот сборник всегда можно, каждый год можно напечататься в книге, какой-то свой интересный рассказ, тем более у нас мини-конкурс, у нас где-то до тысячи слов, надо над собой поработать, надо найти интересную тему, неизбитую, оригинальный сюжет, поработать над своим текстом, выправить его, вычитать его, и участвовать вместе с нами и победить. Вот так вот. Ну вот все, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что нет ничего невозможного, надо просто работать над собой, надо искать новые сюжеты, надо участвовать в конкурсах на 3 бесплатных места в частности, и выиграть. Ничего в этом такого сложного нет, все требует какой-то работы над собой в первую очередь. И всегда нужно найти что-то новое, какую-то новую изюминку, что-то интересное, чтобы вызвало интерес. Боже мой, значит, а вот об этом почему я не подумала, как интересно об этом почитать. Вот я хотела на этом закончить свое выступление, пригласить вас всех в нашу группу, кто еще не в нашей группе. У нас есть на Фейсбуке группа «Экспертный совет по художественной литературе». Если кто-то по каким-то причинам не участвует в Фейсбуке, всегда может написать мне, Елена Асланян, на ника 61 mail.ru, очень легкий мейл. Можно держать со мной связь, спрашивать меня о новостях нашего экспертного совета. Но я уже предупреждаю, у нас где-то в июне обычно бывает вот этот конкурс на 3 бесплатных места. И участвовать, потому что очень многие авторы они присылают мне на мейл свои работы, не будучи участниками в Фейсбуке. Многие даже не видели своих работ в Фейсбуке. Но, тем не менее, они участвовали. Мир Марк Брызгалов в прошлом году он тоже не участвовал в Фейсбуке, прислал мне по мейлу свой рассказ и прошел. Его очень пронзительный рассказ был «Собачница». Причем, знаете, рассказ был, вы знаете, вот «Окружность круга», когда вот гимнастка стоит на самом верху, вот баланс, да, вот чуть-чуть вот ту сторону уже была бы какая-то, да, уже не то, уже был бы какой-то спад. А вот он удержался, очень сложная тема была. И очень высокий такой был посыл, вот такой посыл очень высокий был, но тема была немножко такая, вот слово «собачница», да, там девочка, которая прошла войну и голодала, и ее выходили собаки, и она всю жизнь была из благодарности им, она всю жизнь за ними ухаживала, им помогала. Ну, я хочу сказать, что очень сложная тема, и нужно было выдержать вот этот вот высокий, вот такой вот немножко такой дух, пафос, да, чтобы чуть-чуть и уже была бы другая тема, и уже была бы другой какой-то резонанс, а вот он сумел, он сумел удержаться вот на этой высоте. Так что держите со мной связь на нико61.mail.ru. Пожалуйста, участвуйте в работе нашего экспертного совета, помещайте свои рассказы, новинки у нас, мы всегда обсуждаем, всегда даем какие-то комментарии, и всегда поздравляем друг друга с какими-то успехами. Вот что я хотела сказать. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое за вопросы. Кстати, мы тоже видим их в чате. Если у кого возникают, пожалуйста, пишите, обязательно с удовольствием на них ответим. А сейчас я хотела бы передать слово Анне Николаевой, которая как раз-таки занималась этим сборником, и нам его презентует. Анна, пожалуйста. Всем добрый вечер. Очень рада всех видеть. Я очень с интересом слушала рассказ Елены о нашем сборнике. Очень интересно рассказывает. И про себя сижу такая, думаю, а что же мне еще остается? Но, тем не менее, я приготовила небольшую презентацию. Сейчас хочу ее включить. Так, секунду. Я надеюсь, у всех все работает и все видно. Небольшую презентацию буквально приготовила по евразийскому литературному сборнику, нить, шестой том которого уже вышел в 2022 году. Что хотелось бы основное сказать про наш сборник. То, что первое издание вышло в 2018 году. И начиная с 2018 года в наш сборник уже вошли произведения более чем 60 авторов из 14 разных стран. Нить у нас включает традиционно произведения в жанре малая проза и издается обычно на русском языке. Презентации нашего сборника проходят в рамках наших мероприятий Гинди. Это Евразийская неделя культуры и литературный фестиваль и книжный форум. Это наш замечательный, самый наш крупный, самый наш любимый литературный фестиваль, про который уже рассказывали сегодня. Если говорить про цель данного издания... Так, сейчас, секунду. Если говорить про цель, почему мы издаем этот сборник, то есть глобально можно сказать, что это объединение людей, объединение творческих людей из разных стран посредством литературы. И к этому всему уже приплетается все остальное. Мы хотим передать художественное слово через художественное слово «Единый дух народов Евразии» некогда бывшими объединенными общим культурным пространством. Это поддержка преемственности поколений. когда наряду с произведениями уже признанных мастеров, классиков, публикуются работы молодых и еще неизвестных авторов. Также цель оказать действие к культурному взаимообогащению молодых литераторов, формирование уважения к истории и настоящему других стран, уважение к культуре других стран. И очень-очень много вот таких аспектов, которые нацелены именно на объединение разных культур и разных народов. Тематика произведения у нас, как обычно, такая общая, присущая творчеству евразийских народов. Это любовь к родине, природе, к искусству, почитание памяти предков, история, традиции народов Евразии. Военная тематика также присутствует. И что особенного хотелось бы отметить про шестой том нити, который вышел в этом году, то, что он посвящен платиновому юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II. То есть весь 2022 год нас в Великобритании праздновалось юбилею правления королевы Елизаветы. И это достаточно знаковое событие для нас в том числе, потому что логично, что издание, конечно же, в Лондоне находится. И Елизавета II, она является таким очень знаковым персонажем, очень важным для истории. Это первый правящий британский монарх, который празднует 70-летие на престоле. То есть это уникальная личность. И именно поэтому мы решили посвятить шестой выпуск именно Елизавете II. И, собственно, по этой причине у нас в сборник, в шестом выпуске представлены работы не только на русском языке, как это обычно было, но также и на английском. Мы, опять-таки, уже упоминали сегодня про то, что наш сборник будет подарен Королевской библиотеке. В нашем сборнике в шестом томе вошли произведения 18 авторов из девяти разных стран, которые вы можете сейчас видеть на экране. Произведения, как я уже сказала, как на русском, так и на английском языках. То есть двуязычный такой сборник получился. Традиционно приобрести наш сборник можно на платформе Amazon, в издательстве в нашем, в нашем онлайн-магазине Discovery Bookshop, ну и, конечно же, на мероприятиях и встречах кильдии, которые у нас сейчас планируется очень много провести. Можем отправлять по почте, как угодно, каким угодно способом. По всем вопросам можно обращаться по контактам, которые указаны на слайде. Опять же, как уже было сказано, официальная презентация прошла у нас в рамках 11-го международного литературного фестиваля. Прошла замечательно, на ура, и мы очень-очень рады уже этому выпуску. Дальше у меня слайды посвящены именно членам нашей гильдии, участникам нашего сборника. Это замечательная Елена Асланян, Ленар Шаехов, Анна Гоголева, Кейти Керос, Лариса Прот, Деларом Нишанова, Виктория Леевна, Мария Мучинского, Екатерина Зверь, Марина Варданян, Энри Малет, Арина Крючкова, Наскен Келожанова, Михаила Нана, Елена Безрукова, Мария Признякова, Андрей Градзинский, Елена Соколова. Это те замечательные авторы, которые у нас изданы в нить том 6. И сейчас я бы хотела, прежде всего, завершить демонстрацию экрана, потому что на этом слайде мы и закончились. Я бы очень хотела передать слово нашим авторам, чтобы они немножко рассказали о своем творчестве, о том, почему они издаются в нашем сборнике, почему это для них важно. Ну и, в принципе, что бы вы хотели представить и рассказать о себе. Если никто не против, я бы передала сейчас слово Ленару Женехову. Я видела, он у нас присутствует, поэтому с удовольствием передаю микрофончик вам, Ленар. Спасибо большое. Анита. Я очень рад встретиться с вами по всеми и видеть вас. К сожалению, в этом году не получилось участвовать на фестивале. Но я вот с 16-го года являюсь ищем членом гильдии и как бы уже в 16-м году участвую на фестивале. В 17-м году я был в Остокгольме, потом в 19-м году в Брюсселе. Как сказать, вот эти встречи, поездки. Сам фестиваль мне очень по душе нравится. И все равно это общение с творческими людьми, с коллегами, как бы сказать, обогащает наш духовный мир, духовное состояние. Это новые темы, новые друзья, новые страны, как бы сказать. А также я с удовольствием участвую в сборнике «Нить». Уже несколько лет. Как сказать, этот формат я тоже, так сказать, этот формат очень мне тоже нравится, поддерживаю. И собираюсь в будущем тоже работать в этом же духе. Действительно, вот издание книг, авторов в Лондоне, это уж как бы немыслимая вещь. Так бы, особенно для нас, которые живут в России, в странах СНГ. Это как бы была такая недосягаемая мечта. И вот в 17-м году у меня вышел сборник под серией нашей гильдии. И как бы вот этот сборник меня очень вдохновил. Как бы на английском языке, английский, уж на английском разговаривает весь мир. Для меня было очень огромным событием, колоссальным событием. И в данный момент вот я узнал, что победил в конкурсе первое место. Тоже очень приятно. Это тоже была моя мечта такая. Как бы я безмерно рад и хотел бы всех поблагодарить. Гильдию нашу. Вот этот фестиваль прекрасный такой, который всех нас уже в течение нескольких лет собрал. Всех нас вместе. Как бы мы до этого мы жили по отдельности, как бы по отдельности. Каждый варился в своем казане. А сейчас как-то мы вышли в мир и узнали, что мир такой большой, огромный, широкий и очень красивый, прекрасный. Это очень хорошо. Как писатель я в основном работаю в жанре поэзии. Я пишу на татарском языке, а также работаю в жанре прозы, публистистики. Публистики я пишу и на русском языке. Также детская литература. это как бы одно из моих направлений. Я считаю, что человек, занимающийся писательской деятельностью и творчеством, он должен войти во все уголки и литературы и попробовать себя. Так как личность сама по себе, как сказать, она это помогает и развитию, и как сказать, человек себя как бы экспериментирует, и как сказать, у него духовный мир богатый, и вот поэтому он должен во всех направлениях работать. Это очень интересно, очень классно. Я сам по себе такой, мне все интересно, нравится, и именно вот мое биографическое произведение, биографический очерк про дипломата, ученого Юлзу Харьюлина, который участвовал в конкурсе и занял первое место. Действительно, это очень хорошо, так как Юлзу Харьюлина, это тоже человек очень масштабный, очень знаменитый, он не только дипломат сам по себе, он и дипломат, и публицист, и ученый, и востоковед, вот, как многогранная личность, он интересен не только мне, и надеюсь, когда будет опубликована книга на английском языке, это тоже будет тоже пробудет интерес и других читателей. И я хотел бы поблагодарить нашу гильдию, наш фестиваль, также Марата Магиловича, Анну Ларри и тех, которые вот это все организовали, а также поставили и сдали сборник наш прекрасный книги. Всем большое спасибо. Удачи вам. Спасибо большое, спасибо, Винар. Хотелось бы поздравить вас тоже с победой. Очень рада всегда это слышать. Кого я еще у нас видела из авторов, это наша замечательная Кэти Кэрос. подскажите, вы у нас здесь, вы подключены? Так. А у вас микрофон включен? Да, вот включен, да. Здорово, Елена, здравствуйте. Расскажите буквально пару слов, что вы хотели бы рассказать, может быть, об участии в НИТе, может быть, просто о вашем творчестве. Мы с удовольствием послушаем. Я хочу приветствовать всех присутствующих и всех, кто нас слушает. Но начну свое выступление с обычных, но таких необходимых слов благодарности. Мне повезло встретить единомышленников в лице Европейской Творческой Гильзии. Ее творческий коллектив сумел объединить литераторов, да и не только литераторов, а просто неравнодушных, способных людей со всего мира, умеющих созидать красоту, ищущих новое, увлекательное. Как и Марат Ахмеджанов, руководитель и создатель Европейской Творческой Гильдии, человек неординарных способностей, увлеченный, открывающий в людях прекрасное, просто вызывает восхищение. Это удивительное, на мой взгляд, организация набирает бешеный темп в развитии в различных областях культурной жизни планеты. Для человека, пишущего, сочиняющего стихи, очень важны публикации. Они объединяют нас. Мы имеем возможность выразить себя на страницах книг, альманахов, журналов. Английское издательство Hertfordshire Press выпускает много интересных книг. И «Альманах нить» это замечательный сборник, собирающий авторов со всего мира. Мне посчастливилось быть участником двух сборников «Нить 5» и «Нить 6». Я писатель с небольшим стажем, врач по специальности и начала писать совсем недавно, более трех лет назад. Но именно Европейская гильдия вселила в меня уверенность и позволила напечатать свои работы и оценила их. В «Нить 6» напечатан мой рассказ. Он напечатан на английском «Ты покорил мое сердце». Это повествование о маленькой рыбацкой деревушке XIV века в местечке Ненаринье. Она расположена на берегу озера Лиман со стороны Франции. Другое название у этого озера как Женевское озеро, что оно более знакомое, чем озеро Лиман. Это любимое место художников и писателей прошлых столетий и настоящего времени. Вот несколько отрывков из моего рассказа, напечатанного в нить шесть. Волны озера плещутся у моих ног. Они то убегают от меня, то снова возвращаются. Их музыка не похожа ни на что другое. Она имеет свои особенности. Звучные аккорды подчеркивают эту силу, словно это не озеро вовсе, а бесконечный, бескрайный морской залив. Они сменяются нежной трелью, переливаются лирическими аккордами, навевающими романтическое настроение. Фантастическая симфония звуков. Вот и сейчас волны, исполняя свой тривиальный танец, подступают вплотную к моим ногам, ласково прикасаясь и успокаивая. Цвет озера меняется от светлого местами до темного, как клавиши фортепиано в постоянном движении виртуозных рук. Сколько веков люди сверцали твою красоту? Так же стоя на берегу и размышляя об этом же. А ты, лазурно-серое величие, возбуждала их воображение, и они возносили славу тебе в своих произведениях, оставляя нам наследие, как память потомкам. Поэтическим морем назвал озеро Лиман Альфонс Ламартин, поэт французского романтизма. И Жан-Жак Руссо, франко-швейцарский философ, писатель, композитор, так выразил свою любовь. Оно меня трогает и смягчает. И Лорн Байрон, английский поэт-романтик, также не остался равнодушным к здешним красотам. Я люблю Женевское озеро, и его кристальный лист, как зеркало, в котором звезды и горы видят свое мирное изображение. Это восхитительное место вековой красоты и тишины и настраивает на создание прекрасного. Рада была поделиться этим отрывком из произведений из моего рассказа, опубликованного в МИД-6. Всем желаю веселого Рождества и счастливого Нового Года! Спасибо большое, Елена. Спасибо за поздравления. Они взаимные. Желаем вам замечательных праздников и поздравляем вас с выпуском очередного сборника ней, где вы приняли участие. Спасибо. Спасибо вам. Сейчас я бы хотела пригласить к микрофончику Анну Гоголеву. Анна, подскажите, вы у нас здесь, я вас видела, не отключились ли вы? Так. у вас микрофончик выключен. Проверьте, пожалуйста. Сейчас слышно? Да, супер, сейчас слышно. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, я приветствую всех участников конференции и поздравляю с выходом нового номера журнала Нить. Ну, я участвовала в нескольких номерах этого сборника. В одном эссе визитная карточка северянок рассказывала о северных украшениях, что это не просто украшения в искусстве мастеров, а понимание мира, природы и значимости женщины-матери. Вот этим я и занимаюсь, изучая историю верования народов севера, его фольклор, литературу, тайны природы и, конечно, психологии людей, их отношения, жизнь в ее разных проявлениях, болевых проблемах. Это отражено в моих книгах «Смотрители вселенной», «Дух голубого огня» и других. В этом, конечно, сказывается и большое влияние моих родителей, народного поэта Якутия, писателя, драматурга Ивана Коголева. При переводе его романа трилогии «Черный стих» «Таринственный мир шаманизма», древних верований наших народов, его душа, жизнь среди природы, с его радостью и болью заворожил и увлек меня. И жизнь нашего народа и его истории верными стали пристальным объектом моего изучения. Также я перевела, подготовила к изданию все его романы. Это «Третий глаз», «Не отворачивайся», «Богиня Милосердия», «Манчары» и другие. Надо отметить большое влияние «Отца и матери на нас». Моей сестры, Лены Ивановны Гоголевой, художника, дизайнера, сценографа. Это такие качества наших родных, как умение видеть красоту в малом, капли океан, восхищение красотой божьего мира, что проявляется в могуществе, разнообразии, величии природы, искусственных творениях рук человека. Это отражено и в литературе, искусстве и, конечно, в труде, как в работе моей матери, которая смогла, вопреки неверию, вырастить сад на вечной мерзлоте. Ведь Якутия у нас в основном у многих, тех, кто не знает, ассоциируется с крайне вечной мерзлоты, холодом и прочее. Так она раскрыла большой потенциал северной земли, растений и людей и смогла обратить это своим трудом и забота на пользу и радость человека. Так что вырос сад на вечной мерзлоте. Вот об этом ее работе я написала недавно книгу, которая называется «И зацветут сады на вечной мерзлоте. Год матери у нас в республике в Якутии». Вот эти качества ее, как умение видеть красоту, ее создавать своим трудом, сострадание, доброта привлекли меня к моей героине Кэт Марсне, которая стала главной героиней моей другой книги, которая называется «Дорога сердца», о которой я узнала, побывав в Вилюйске, в Вилюйском округе. Тогда назывался этот край, когда она побывала в Якутии. Там есть особый музей, где собраны материалы, свидетельства пребывания ее в Вилюйском округе, ее большой работе, и, конечно, об этом говорит сам приют, который она построила благодаря усилиям всего общества России, Англии и других стран. Вот это большой пример, великий пример, который хотелось бы, чтобы таких примеров было бы больше. И тогда бы жизнь на нашей планете была благополучной, маленьким цветом садом, таким разнообразным, его различных проявлений в каждом краю, в каждом районе, в каждом уголке нашей земли. Вот об этом рассказ город-призрак и сестры Екатеринды, которые опубликованы в сборниках НИТ. Думаю, сейчас надо говорить об этом особенно. Я бы хотела еще поблагодарить организаторов и создателей за такую нужную работу, которая нас объединяет со всего мира. И так мы узнаем мир, можем общаться, а это новые идеи, самообмен, новые проекты и большой стимул для творчества. Спасибо вам и поздравляю всех с Новым годом. Пусть он будет добрым, благополучным и цветущим. Спасибо большое. Спасибо, Анна, за такие добрые слова. Мы очень рады. Я тоже поздравляю вас с выходом шестого сборника НИТ и с наступающими новогодними праздниками и Рождеством. Желаю всего-всего самого светлого. Спасибо. И сейчас я хотела бы еще передать микрофончик Елене Асланян, чтобы тоже еще буквально пару слов сказала. Ну, если есть желание еще раз сказать о том, какой замечательный наш сборник. Да, Ирина? А вопрос можно задать или после вопроса? Да, 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 вот Гуркова Ирина хотела задать вопрос, да. Ага, я пишу детские стихии, и вот в сборник можно попробовать детские стихии? нет, нет, что, нет, я думала, я имела в виду этот самый конкурс экспертного совета, по-моему, мы только прозу, да, делаем, только прозу. Хорошо, а еще я пишу детские сказки, сказку можно на конкурс детскую? По-моему, есть специальная номинация детская литература премии имени Марины Шавель, Марии Шавель, вот, есть специальная номинация конкурс детской литературы, лучше, лучше туда. А в них нельзя, да? Можно, мы, у нас есть, у нас были, если мы сейчас говорим о конкурсе на три бесплатных места, да, мы принимаем прозу, в жанре прозы, детские сказки у нас были, у нас были сказки, правда, они не проходили, в общем, как-то не набирали баллов, к сожалению, но да, сказки у нас были. Вот, например, в этом году Анна Гоголева, да, она представила вот такой вот, ну, не совсем сказка, да, Анна, но это была такая вот мифическая, да, какая-то героическая была в форме, в сказочной такой форме, былинной такой форме, о вражде, ну, в общем, о вражде двух соседних племен, ну, вот, да, в сказочной форме, в прозе мы принимаем, стихи у нас не принимаются, на конкурс бесплатный, вот, в нить. До какого можно выслать, когда можно выслать? Сейчас, мы когда объявим конкурс, мы конкурс объявляем в июне, вот я вот прислала свой мейл, да, его, в общем, не теряйте, со мной можно связаться и вот по Фейсбуку, потому что все новости относительно вот этих вот новинок, все, у нас все бывает в экспертном совете, вот у кого какие бывают новости, или кто-то хочет своим рассказом поделиться, то да, вот, вот да, и я еще хотела поблагодарить вас за внимание, не теряйте со мной связь, держите со мной связь, у нас очень хорошая группа в Фейсбуке, 184 человека на этот момент, очень активная, вы знаете, очень приятно, когда у тебя какая-то новость, и есть друзья, которые поздравляют, которые читают твои произведения, которые пишут комментарии, вот это очень важно, когда ты не пишешь стол, а когда ты сразу выносишь на публику, на обсуждение, иногда тебе дают советы, иногда, в общем, очень дают такие дельные, какие-то вот такие, указывают на недостатки иногда, да, это очень-очень бывает нужно нам, всем писателям, и еще я вот хотела бы сказать, сколько у меня минут, да, вот я, например, заняла второе место в категории рецензии, и я написала рецензию на книгу Мурата Уали, она называется «Из Сибири к свободе», вы знаете, это невероятная, невероятная книга была, а как вообще получилась эта рецензия, я с ним вот так вот познакомилась лично в Брюсселе, мы сидели за одним столом с Ленаром, с Муратом, и, а потом как-то вот это, наша связь, и он сказал, что у меня готовится книга к выпуску, попросил меня написать рецензию, вы знаете, невероятная книга, другой стиль, другая история другого народа, а все вот так вот, есть такие пересечения, оказывается, вот первый председатель Казахстана был Мерзаян, и у него историческая была, был такой роман, и он привел песни Мерзажаным о том вот этом первом, в общем, было очень интересно, и поэтому я хочу сказать, что наше общение, оно к таким результатам приводит, поэтому я всех призываю поддерживать связь друг с другом через нашу группу в Фейсбуке, или же через меня, если у кого-то по каким-то причинам Фейсбук не получается, чтобы быть в курсе новостей, вот так напишите, Лена, как дела, какие новости у нас в экспертном совете, и я всегда всем отвечаю, всегда всем отвечаю, мы скучаем по вам, по вашим рассказам, присылайте свои рассказы, вот в июне, имейте в виду, что в июне будет опять конкурс на три бесплатных места в сборник, и совершенно, тут, знаете, главное участие совершенно не имеет значения, кто побеждает, я, например, каждый год участвую на платной основе, для меня это праздник, я читаю тексты, я их очень люблю, я вот потом перечитываю, и этот праздник литературный всегда со мной, при нашей такой сложной, такой действительности, вот все, что я хотела сказать, я хотела сказать, что это самое главное богатство наше, это наши коллеги, наше коллегиальное, вот, я не знаю, сопереживание, когда мы читаем друг друга, и мы впитываем это, мы от этого богатимем, вы, знаете, не представляете, какое для меня было, какие университеты для меня были, вот эта книга Мурата Уали, я и рецензию написала, и второе место заняла, и обогатилась очень, и приобрела вот такого коллегу, такого друга, так что, а что касается Анны Гоголевой, она меня пригласила участвовать в зум-конференции меня и Алину Масейкину, было очень-очень интересно, и вот тоже вот в таком вот формате совершенно, потом наша дружба продолжается, и мы начинаем друг с другом общаться, правда, Анна? Вот она пригласила, она сделала зум-конференцию со студентами, и мы, я и Алина, мы участвовали, рассказывали, отвечали на вопросы, для меня это была очень большая честь, и опять-таки, очень большой импульс для творчества, потому что это важно, когда тебя читают, когда-то интересуются, вот так вот, ну вот на этой ноте, ну мы, наверное, уже заканчиваем наш эфир, я бы хотела всех поздравить с Новым Годом, я бы хотела поздравить с тем, что есть вот евразийская, да, евразийская творческая гильдия, она больше, чем Европа, конечно же, тут ошиблась немножко наша дорогая Кэти, вот, ну, и вы знаете, вот если можно организовать, как вот Анна сделала, да, в Якутии там с нами общались, это можно сделать, да, можно сделать любой момент, с одной точки, где Ереван, где Якутская, ну и мы вот это самое время делали, да, чтобы удобно было для нас. Евразийская, Катя, дорогая, Кати, дорогая, Евразийская творческая гильдия. Я что сказала? Европейская. Вы уменьшили в 10 раз, да. Ну вот на этой ноте, да, на этой ноте, кстати, жаль, что здесь не присутствует мой любимый Анри Мало, вы знаете, а я сейчас скажу, раз его нет, да, я вот сейчас не скажу, он мне прислал рассказ, вот, я его забраковала, потому что он мне показался немножко грубым, но он вообще-то мастер детектива, и он мне прислал такой рассказ, называется, да, «Кровавая дочка», там «Кровавая дочка» – это расплывшееся пятно красное, и я сказала, пришлите что-нибудь другое, он так, знаете, пошутил, вам для семейного чтения, да, наверное, я говорю, да, да, вот для семейного чтения, и вот этот его рассказ, совершенно неординарный рассказ про пещеру, да, с таким французским шармом, это уже второй или третий рассказ был, который он прислал на конкурс, но в любом случае я очень рада, что у нас такие мастера, настоящие, вот Андрей Градзинский, а почему он, его здесь нет, почему он не говорит, да, это тоже настоящий талант, я тоже написала рецензию, наверное, когда он издаст, пока не опубликованному ему роману, когда он издаст роман, появится и моя рецензия к его роману, вот, Андрей Градзинский тоже, да, он был автором нашего сборника, очень-очень сильный состав, приятно окунаться, приятно читать, приятно быть с вами на связи, мы с Катей на связи, да, с Леной на связи, мы, оказывается, тезки, ну, в общем, а у меня председание Инана, например, ничего страшного, я очень люблю, вы знаете, вот, наверное, я вот сейчас закончу свое выступление, и вот еще раз хочу призвать, держать друг с другом связь, общаться через нашу группу в Фейсбуке, печатать свои работы, размещать свои работы у нас на страницах, у нас есть очень хорошие, такие эксперты, вот Фирочка Хазипова, кстати, к сожалению, ее нет, вот она большая умница, она, кстати, первая победительница нашего конкурса, ее вот этот рассказ про рэп, да, строителей, вот видите, как я помню все эти рассказы, они все у меня в душе, и это вот эти ступеньки, по которым я сама шлифую свое мастерство, вот так вот вы меня облагораживаете, обучаете, я вам всем-всем очень благодарна, я помню, какой фурор произвел рассказ Леонара Шаехова, он немножко нас обескуражил, потому что там была немножко такая проблема, этическая, которая вызвала споры, но невероятно талантливый рассказ, а вот такие рассказы нужны немного, чтобы мы спорили друг с другом, и, ну, в общем, потом побеждал коллективный разум. На этом я бы хотела закончить свое выступление, мой мейл я опубликовала, держитесь со мной связь, с удовольствием, и вам всем огромное спасибо. Спасибо большое, Елена, очень рады сегодняшней презентации, мы рады были познакомиться с нашими чудесными авторами, больше узнать о сборнике «Нить», на самом деле, самый простой вопрос, у нас вопрос сегодняшней конференции был, как задаться в Лондоне бесплатно, участвуйте в конкурсе. Я ответила, участвуйте в конкурсе. Да, конкурсы позволяют как раз-таки принимать участие, получается, вы, на самом деле, как говорится, живое жюри, которое можно познакомиться, потрогать, да, как бы, вот, и узнать, может быть, от вас какие-то секреты тоже, как бы, познакомиться, может быть, что-то вы посоветуете, подскажете. Обязательно. Так что, да, призываем всех держаться, как говорится, вместе, потому что Евразийская Творческая Гильдия, она на самом деле объединяет, и, как вы уже сказали, разные географические, то есть мы здесь с разных-разных уголков собрались, вот, наши лауреаты здесь еще раз всех поздравляю, они как раз-таки скоро будут издавать тоже свои книги бесплатно, тоже уникальная, чудесная возможность, с которой я всех поздравляю, и пристаняюсь тоже, как бы, с поздравлениями новогодних праздников, очень замечательный фон у Елены, у меня прямо, уже, говорю, так атмосферно смотрится, я говорю, тоже захотелось уже на революцию, вот, так что всем еще раз большое-большое спасибо, если у кого-то возникают вопросы, можно обращаться к Елене по поводу участия в конкурсе, как вам, верного совета, если возникает в частности по каким-то книжным вопросам, то есть кто-то уже был в наших предыдущих презентациях и знает, что у нас наша замечательная Анна навсегда поможет, подскажет по сборнику, поэтическому, кстати, вот тоже вопрос был по поэзии, да, у нас есть замечательный арт-каталог, наш альманах голоса друзей, наш сборник нить, ну и вообще, в частности, если интересует кого-то издание книг, что Анна всегда подскажет, расскажет, что наши книжки выпадают во все такие интересные, скажем так, значимые библиотеки, конечно, и Великобританию, и во многие другие мы делаем рассылочки, вот, ну и на этой замечательной ноте я хочу сказать всем еще раз большое спасибо, завершаем наши онлайн-встречи, вот, и будем рады вас видеть, если у кого будет возможность, уже не в рамках фестиваля, а 24 декабря, надеюсь, у нас будет такая интересная презентация от Алисы Клима, да, по сборнику текстов Алиса заулыбалась, она меня слышит, здорово, вот, тоже будет такая интересная, полезная информация, и мы обязательно сделаем для вас тоже рассылочку, еще раз всем хорошего вечера, и будем оставаться на связи. Спасибо большое, было очень интересно, всего доброго, до свидания. В решении состоялся окуса национальной Алиса.